Уверенно и мощно прошла домашняя игра в рамках чемпионата Нижегородской области среди мужских команд высшей лиги. Наши хоккеисты принимали на льду соперников из ХК Сеченова. Матч также посетил защитник Нижегородского торпеда и воспитанник Саровской школы Антон Силаев. Каждый матч в Ледовом дворце – отдельное событие для саровчан. В этот раз поводов посетить его было еще больше. На родной лед встал нынешний защитник ХК «Торпеда» Антон Силаев. Завершился первый круг сезона КХЛ. Игрок приехал в Саров набраться сил, поддержать хоккеистов на чемпионате области и провести тренировку для юных спортсменов. Хороший провели такой этап. Был тяжелый, но почувствовал, что такое кандидат хоккейная лига после молодежной. Да, тяжело и на самом деле тяжело. Но сейчас вот приехал в родной город отдохнуть на 4 дня, с малышами покататься, показать какие-то моменты, передать свой опыт, чтобы им было легче и чтобы они развивались. С самых ранних лет Антон Силаев ходил на матчи Сарова и следил за играми в ИХЛ. Ледовое сражение с одним из главных соперников ХК Сеченова не разочаровало. В начале игры наших спортсменов подбодрили двумя шайбами в воротах, после чего саровчане оживились и завершили первый период со счетом 7-2. Первые два гола не ожидали от соперника такой прыти. Где-то, может, не вошли быстро в игру, но потом взяли себя в руки и, соответственно, забили свои голые моменты, что помогло уже довести игру до логического завершения. С уверенным преимуществом саровчане начали второй период. Сдерживали соперника, не позволяя значительно уменьшать разрыв по очкам. При этом саровчанам удалось эффективно атаковать ворота сеченовцев. Первая игра второго круга чемпионата области завершилась со счетом 11-5. Мы выходим каждую игру играть только на победу, вне зависимости от турнирной таблицы, кто где идет, на каком месте. Туда мы не смотрим. Готовимся, соответственно, к каждой игре и уже к плей-офф. Тренер ХК Саров в очередной раз поблагодарил болельщиков за неоценимую поддержку команды. Стимул играть на максимуме. Он отметил, что при такой мощной мотивации наши спортсмены стойко идут вперед к титулу чемпионов сезона. С горки с ветерком. На лыжной базе открывается прокат сноутюбингов и лыж. Все желающие смогут взять спортивный инвентарь и активно провести время на свежем воздухе. Какая зима без катания на лыжах, ватрушках и санях? Отсутствие спортивного инвентаря – не повод отказываться от снежных забав. 16 декабря на лыжной базе откроется прокат лыж и сноутюбингов. Горка, на которой катаются на ватрушках, она расположена справа стороны от лыжной базы. Горка каждый день укатывается ретраком, чтобы создать максимально ровную поверхность для спуска и чтобы меминизировать травмы, которые могут получить те, кто приходит кататься на ватрушках. Также у нас подготовлены трассы. Это спортивная трасса 5 километров. И трасса накатывается по поляне. Это 1 километр, 2, 3 километра и, соответственно, 5 километров. Прогулочные трассы рассчитаны на взрослых и детей с минимальным количеством подъемов, широким выбором дистанций. По словам директора лыжной базы Татьяны Вавилкиной, спортивного инвентаря хватит всем. Арендовать лыжи или сноутюбинг может любой желающий при наличии документов, удостоверяющих личность. Лыжи даются так же, как и сноутюбинги, это дается на час. То есть оплата идет за час. Также, в принципе, у нас можно лыжный инвентарь взять и на сутки. Ну, соответственно, это уже будет другая цена. Прокат спортинвентаря на лыжной базе будет работать ежедневно по будням с 16 до 20 часов. В выходные дни с 10.00 до 20.00. В праздничные дни аренда не прекращается. Только 1 января прокат начнет работать не с 10, а с 12 часов. Все на лед. Каток на стадионе «Икар» готов к открытию сезона. Массовые катания будут проходить по средам, пятницам, выходным и праздничным дням. Каток на «Икаре» – одно из излюбленных зимних мест отдыха соровчан. Весь сезон, особенно в новогодние каникулы, на нем многолюдно и весело. В прошлом году каток принял более 25 тысяч человек. В этом году специалисты проделали колоссальную работу. Залили более 13 тысяч квадратных метров льда. За один сеанс каток вмещает более 500 человек. На 50% обновился прокат. Спортивная школа закупила новые коньки. Расширился размерный ряд. У кого нет коньков, те могут воспользоваться нашим прокатом и прийти в наш замечательный каток. В пользу случаем приглашаю всех в гаража. Лед замечательный, погода, судя прогнозам, предстоит достаточно хорошая. Приходите на каток, получайте удовольствие, занимайтесь спортом. На ледовой арене под открытым небом можно активно провести время в кругу родных и близких, послушать музыку и даже встретить Новый год. 1 января традиционно запустят праздничный сеанс с часа до 3 часов ночи. Билеты можно приобрести в кассе катка и на портале «Умный Саров». Посмотреть расписание и ознакомиться с льготными условиями можно там же и в группе «Спортивная школа Икар» ВКонтакте. Плавцы «Спортивная школа Икар» завоевали награды на значимых спортивных соревнованиях. Павел Бородин вошел в тридцатку лучших спортсменов России среди юношей. А Мария Федоркина завоевала золото на чемпионате и первенстве Нижегородской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. С первенства Нижегородской области один из сильнейших пловцов Икара Павел Бородин привез целый комплект наград. Павел стал победителем, серебряным и бронзовым призером на различных дистанциях. Благодаря успешному выступлению на первенстве области пловец вошел в состав сборной команды Нижегородской области и поехал в Краснодар защищать честь города на всероссийских соревнованиях по плаванию и юность России. Я плыл довольно много дистанций. В основном это были дистанции по 100 метров. Но также в высокотоправлении я принимал участие в дистанциях по 50 метров. Это были все российские соревнования, они были очень значимые для меня. В соревнованиях принимало участие около 59 регионов и более 500 участников. 100 метров комплекс, 100 метров бутерплей, 100 метров на спине, 100 метров вольный стиль. Спортсмены с уровнем подготовленности не ниже второго спортивного разряда разыграли 33 комплекта наград. Павел успешно выступил на всех личных дистанциях и показал хорошее время на эстафетах. Плавец Икара вошел в 30-ку лучших спортсменов России среди юношей. В командном зачете нижегородцы заняли шестое место. Проходили довольно жесткие тренировки, соблюдалась некая диета дефицита калорий. Также мы обсудили план тренировок с тренером, который меня и подготовил к этим соревнованиям. Это как опыт все-таки спортсмена поездки по соревнованиям. И когда ты на соревнованиях, ты уже понимаешь, что всякие мелочи, которые надо соблюдать при дистанциях. Не волноваться, наверное, это самое главное. Быть спокойным. Ну, хорошо поспать, это обязательно перед дистанцией покушать. Еще одна победа – Павла Бородина. Он получил новый спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Мария Федоркина занимается плаванием 10 лет. Расслабляться девушке некогда. Тренировки проходят пять раз в неделю. Две из них – в фитнес-зале. Спортсменка показала свое мастерство на чемпионате и первенстве Нижегородской области по плаванию среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Я плыла дистанцию 50 метров крыль на груди с временем минуты 13. Мне плавать очень нравится. Главное – это дает силы, здоровье. Также я мечтаю выполнить кандидата в мастера спорта и отобраться в Павла Олимпийскую сборную нашей страны. С детства у меня просто братья спортсмены. Я просто тоже хочу быть спортсменкой. На соревнованиях спортсменка заняла первое место. Но на дистанции Марии Федоркиной не хватило полторы секунды до выполнения норматива кандидатов в мастера спорта. Да, обидно, но нам есть, почему, страница. Мы идем, не сдаемся. Тренируются ребята у Виктории Шалыгиной и Эдуарда Вешкина. Легкоатлеты «Икара» победили в открытом чемпионате и первенстве города Дзержинска. Кирилл Механошин завоевал золото в беге на 400 метров. Сергей Воронков стал третьим в тройном прыжке. Тренируются спортсмены у Марины Вачкаевой. Тренируются спортсмены у Марины Вашкина. Тренируются спортсмены у Марины Вашкина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...